С начала учебного года сразу 10 школ Щелковского района включились в программу «Школьная карта». И вот пришло время подвести первые итоги. Главной задачей для учебных учреждений, вошедших в проект, на данный момент является организация горячего питания для учеников. Самое важное, по мнению преподавателей, то, что теперь ребятам не нужно использовать в столовой наличные деньги. Все средства заранее вносятся родителями на специальный счет, и ученик может оплатить свой заказ исключительно карточкой. Кроме того, с помощью специального приложения каждый родитель может посмотреть, что его ребенок сегодня ел. Мы, как родители, можем спокойно контролировать нашего ребенка в плане того, завтракает он, обедает он, сколько денег на это тратится, в какие дни он кушал или он не кушал. Соответственно, сказать ему, почему-то не завтракал или почему-то не обедал. Специальное оборудование для работы с картами уже закуплено. Руководство учебных учреждений, вошедших в программу, отмечает, все от преподавателей-доработников пищеблока проектом школьной карты довольны и активно осваивают новое оборудование. Мы благодарим спонсору, который помогли приобрести нам наш этот терминал. Сейчас идет загрузка программы, загрузка прогрузки. И я думаю, что идет активное обучение работников пищеблока, потому что это немаловажный аспект. От их оперативности, от их слаженности будет зависеть и результат. Внедрить этот проект было непросто, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, впечатления от школьной карты у всех участников программы исключительно положительные. А значит, в следующем году, по мнению районных властей, количество учебных учреждений, использующих школьную карту, необходимо увеличить. Сегодня мы подведем промежуточные итоги, наметим задачи на следующий финансовый год, 2016-й. И, безусловно, будем увеличивать охват образовательных учреждений этой системой. Мария Смирнова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».